всем привет сегодня ездила по делам и уже на обратном пути заехала в ленту посмотрите какое количество приправ я набрала вообще вот эти приправы камис мне очень нравится качество потрясающе это польская марка приправ и они были на скидке по 39 рублей поэтому я себе набрала вот прям целый кузовок во первых взяла вот такой вот приправа к блюдам из картофеля очень приятный вкус также в этот раз попробовала взять вот такую приправу к рыбе лимонную вообще я всегда брала лимонный перец к рыбе он мне очень нравился но вот какая-то новая приправа знаете что мне нравится еще в каме что вот здесь вот сзади можно почитать какой аромат и какой будет вкус цитрусовый чесночный слабо острый также вот такая вот приправа тосканский лосось это именно к рыбке которую вы делаете на пару или в духовке также взяла чебрец тимьян кстати хотела взять майоран но его не было перед загорошком постоянная покупка также как и гранулированный чеснок и еще какую приправу хочу вам посоветовать вот эту томаты базилик чеснок это просто что-то особенно на бутерброд с авокадо просто сверху посыпать или яичницу сверху посыпать вот эту приправу даже не обязательно добавлять в какие-то блюда можно просто сверху посыпать у меня даша от нее просто тащится я уже со счета сбилась сколько таких пакетиков мы уже съели также взяла лавровый лист он мне тоже очень нравится потому что он здесь во первых он зелененький такой красивенький очень аккуратный отборный и еще взяла смотрите шоколадки тоже не помню поскольку были но что-то не очень дорого прям на скидке на хороший вот такой вот ритроспорт 74 процента какао очень вкусный с кофе с чаем нет вот этой вот какой-то такой ну не очень приятной терпкости горчинки в то же время не сильно сладкий просто я последнее время начала замечать что когда покупаю подобные шоколад именно с большим количеством какао частенько он бывает слишком сладкий такое впечатление что то что написано не соответствует действительности в общем взяла два также детям взяла вот такой вот кокос и клубнику с йогуртом а еще купила вот такие вот себе лопатки на замену у меня уже мои поизносились так что решила взять они тоже были на скидке по 59 рублей даже у меня на каникулах поэтому мы с ней частенько занимаемся домашними делами и параллельно смотрим какой-нибудь фильм сейчас включили полностью всех мистителей пересматриваем самого начала уже у нас сегодня есть планы мы хотим съездить до мебельного магазина и так как к сожалению икея сейчас нет возможности что-то купить в икеа у меня много было планов для покупок именно из этого магазина то сейчас мы ездим по обычным своим мебельным магазином и смотрим тумбочку под телевизор по поводу икеи девчонки у меня такая неприятность произошла что я буквально один день не успела чтобы заказать гардеробную тумбочку под телевизор также я хотела себе туалетный столик и шкафчик в ванную но вот шкафчик в ванную я вам уже показывала я нашла в леруа очень неплохой что касается гардеробной то тоже в леруа мы нашли полностью составляющую гардеробной но так как я не очень хочу вот такую вот сетчатую именно гардеробную то пока мы просто решили что одну стену сделаем именно сетчатыми корзинами как это вот представленной и в икеи тоже такие есть и в леруа а подождем посмотрим что будет может быть икея откроется через какое-то время и я просто закажу себе именно шкафы из серии пакс то как я на планировала и в общем у меня будет то гардеробная которая мне действительно нравится и которую я хотела бы чтобы у меня была но все-таки в леруа одну стену мы рассчитали и купили вот такую вот сетчатую систему гардеробной и в ближайшее время хочу попросить мужа чтобы он мне ее повесил хотела вообще конечно записывать видео чтобы это осталось все на память чтобы вместе с вами и вешать и организовывать но не знаю согласится ли муж на это согласится ли он на съемке поэтому если вдруг он повесит все без камеры то мы с вами все равно потом вместе будем все организовывать организовывать хранение все расставлять в общем наводить порядок тем более что за последнее время я достаточно много всевозможных закупок сделала и мне вот это все нужно куда-то разместить я мы сегодня читаем вот такой у нас букварь и это ваня занимается в детском садике здесь они учат буквы а сейчас у нас уже вторая часть этого букваря и здесь вот такие вот уже большие даже тексты сегодня читаем вот эту часть ваня неплохо читает да ванюш почитай-ка нам идут на лес но а вот и лес а вот и лес а дальше уже второе задание это задание письменное вот такое 30 занятий для успешного ребенка что-то там такое в общем здесь нам нужно но здесь уже плюсики стоят мы уже сделали нам надо вот это доделать и вот это вот дорисовать это уже для постановки руки к письму подготовки к письму неплохие занятия неплохие такие вот именно учебники мне кажется что вот это вот можно вообще в принципе вот эти буквари купить вот этого автора и полностью дома заниматься абсолютно здесь все очень очень просто сначала начинается с того что изучается буква она произносится дальше вот так читается начальные как бы по слогам и потом уже приходит к читке слов но в первой части там вообще все легко там прям вот такие вот маленькие словечки да вот эти на ну такие предлоги и детям очень легко вот ваня очень быстро по этим книжкам кстати научился читать так что у кого детки вот такого же возраста берите на вооружение можно абсолютно спокойно дома заниматься мы просто даже открываем и читаем маленькие тексты ну вот такие вот вообще села для того чтобы записать обзор на вот такую вот бюджетную белорусскую косметику это те новиночки которые я купила для себя у нас есть магазин белорусской косметики это вообще вот новинки сейчас белорусском сегменте я достаточно долго не покупала никакую белорусскую косметику вообще никакой косметику по такой простой причине потому что когда-то я вела beauty канал и у меня достаточно много косметики скопилось поэтому я для себя поставила такой челлендж то я должна использовать сначала все просто под ноль все что у меня есть а потом уже покупать что-то новое у меня там была бюджетная дорогая косметика и корейская белорусская и польская и в общем разное разное но и кстати у меня этот челлендж очень неплохо продвигался я практически все использовала из своих запасов но мир меняется и сейчас на настоящий момент пришло время покупать какую-то новую косметику на а я понимаю что уже наверное даже по тем ценам которые поднялись я уже скорее всего ту косметику не то что даже не смогу а просто не хочу покупать потому что я не вижу смысла на нее тратить свои деньги если очень хорошие работающие с хорошими составами с отличным действием есть средства более бюджетным сегменте а теперь давайте будем переходить уже непосредственно к моим покупкам это покупки в беларуси у нас 18 числа открыли границу и 19 мы поехали но мы в принципе с мужем ездили в беларусь потому что у нас есть такая возможность что касается цен а цены в беларуси не выросли вот и все товары стоят также но если пересчитывать все это на наши российские рубли то это получается просто запредельная цена мы сможем поели в макдональдсе я вам сейчас скажу цену нашего подноса на подносе значит три чикенбургера потому что мы взяли два детям один муж взял себе чизбургер 6 наггетсов 2 картошки картошка по-деревенски картошка обычная коктейль детский маленький кофе и фанта нам все это обошлось 1600 рублей в переводе на российские деньги вот так то вот по белорусской по белорусским ценам это та же цена которая была раньше то есть на эти же 36 белорусских рублей мы и кушали раньше только раньше так звонила мама сбилась смысле в общем а раньше нужно было умножить на 3 примерно там даже иногда бывало как как 2 и 9 2 и 8 а теперь нужно умножать уже на 6 вообще в беларусь выгоднее намного выгоднее ехать с долларами и евро если они у вас есть потому что курс доллара и евро естественный белорусскому рублю он выше российский рубль достаточно сильно упал что касается карточек если вдруг важна и такая информация то карточки вообще однозначно нет потому что там адовая просто комиссия какая-то берется вплоть до того что ваши то есть рассчитывая с картой на которые лежат русские рубли идет во-первых комиссия банка во-вторых курс перечитывается чуть ли там не в ноль практически вот поэтому ну однозначно нет и еще девчонки пожалуйста если не трудно напишите мне внизу в комментариях если у вас белорусские может быть островки или какие-то специализированные магазины или где-то продается белорусская косметика потому что это тоже важно я думаю что если я например на своем канале буду озвучивать что-то про косметику то что мне лучше какую косметику лучше мне брать просто искать например бюджетную хорошую косметику рассказывать вам о ней или именно сделать акцент на белорусской косметики в общем об этом тоже пишем на будем рассматривать мой уход а потом немножко вам покажу декоративной косметики первое что я купила это вот такая вот витаминная пенка для умывания как здесь написано что она какая-то бабл пенка то есть пенка с пузырьками кислородная самое главное на что я обратила внимание это на витамины и на то что эта пенка содержит в себе витамин c вообще у белорусов в белорусской косметики очень много хороших очищающих средств с мягкими пап то есть очень важно очищать нашу кожу не повреждая гидролипидный барьер нашей кожи и не повреждая вообще вот поверхность нашей кожи для того чтобы она не теряла влагу и потом не требовала какого-то дополнительного увлажнения поэтому естественно умываться лучше какими-то мягкими легкими не щелочными средствами здесь во-первых содержится очень мягкий пав который будет действительно очень хорошо очищать но в то же время не повреждать нашу кожу также здесь достаточно много всевозможных компонентов и витаминов здесь витамин а е f самое главное на что я обратила внимание что здесь содержится каламандин это такой витамин c который сейчас очень моден во всех средствах я вообще удивилась что именно у белорусов за такие деньги и такой компонент и кстати он стоит достаточно близко кверху списка то есть его там не в самом маленьком количестве в каламандине витамина c гораздо больше чем в лимоне он обладает антиоксидантной способностью также отбеливающим эффектом и способностью кожи к регенерации конечно в пенке если уже быть так скажем честный откровенный в пенке это наверное не столь важно потому что то средство которым вы умываетесь вы его наносите и через какое-то время вы его смываете и по сути вот эти конечно вещества на ней не сильно там как-то работают с кожей что можно сделать как например делаю я я пенку наношу оставляю на какое-то время пока чищу зубы а уже смываю чуть позже таким образом я даю вот этим компонентом которые есть пенках тоже поработать упаковка здесь очень классная здесь вот такая вот помпа она выдает в садите какую мягкую прям воздушную пену с очень приятным ароматом поэтому пенка классная мне вот понравилось поделюсь с вами эффектом либо в каких-нибудь пустых баночках либо еще как-то на общем обязательно про это расскажу если не отходить далеко от очищения лица то сразу вам покажу свой маст хэв это вот именно то средство которое всегда должно быть у меня я за ним долго гонялась потому что она пропала у нас она вообще не продавалась городе а в беларуси вот сколько я была его не было сейчас опять появилась это энзимная пудра пудра для умывания во первых энзимная пудра это минеральный продукт это полностью натуральный продукт это средство в виде пудры вы высыпаете немножечко на ладонь добавляете две там три капли воды начинаете растирать она начинает пениться и именно вот этим средством вот эти кстати гранулы они дают и вот этим средством вы уже очищаете лицо можно массажными движениями массировать немножко энзимная пудра благодаря своим энзимом в составе она расщепляет соединение вот этих наших старых клеточек которые есть на коже тем самым она омолаживает кожу она способствует тому чтобы кожа становилась более гладкой вот чтобы вот эти омертвевшие клетки они как можно быстрее ушли из нашей кожи смылись нашей кожи если еще дополнительно к энзимной пудре использовать средства с кислотами которые расщепляют и сами клетки они только связи что делают энзимы потому что энзимная пудра это всего лишь пудра можно купить энзимное какое-нибудь очищающее средство и она будет делать то же самое чем мне нравится пудра во первых энзимная пудра удобно в вот в своем исполнении это не какое-то текучие вяжущие еще какое-то средство ее можно взять собой в дорогу куда-то также она безумно экономно используется безумно просто вот этой банки может хватить реально на год потому что ее нужно там несколько гранул для того чтобы полностью умыться лицо у нас извините не километрового размера дол банки пудры высыпать точно не нужно в третьих это натуральное средство но и в четвертых в четвертых она действительно классно действует кожа становится гладенькая кожа приобретает такой более ровный вид более ровное ощущение в общем и дела у лифделана тоже белорусский бренд вот такую вот маску меня привлекло что эта маска ночная и супер восстанавливающий но самое главное что начинает то есть ее не нужно смывать такими масками в принципе можно пользоваться даже каждый день как кремом для лица можно там через день можно два раза в неделю просто нужно смотреть по своим ощущениям потому что маска как правило она более плотная более маслянистая и мне кажется что не каждому такое восприятие на коже она понравится тем более в течение всего всей ночи в этой линейке было несколько масок но я взяла именно вот эту потому что во первых здесь содержится экстракт центелла азиатской которая классно увлажняет успокаивает кожу также в этой маске содержится полисахарид который успокаивает чувствительную раздраженную кожу здесь еще содержится увлажняющий комплекс в общем я посмотрела по составу масочка такая вполне неплохая по стоимости прям совсем какие-то кофейки и еще я взяла вот такие вот две сыворотки это тоже все vitex да нет это vitex а вот это белита это новые сыворотки я их раньше не видела смотрите как классно все упаковано а вот такой вот стеклянный бутылечек с пипеткой бутылечек кстати затемненный и вот это вот сыворотка корректор для лица против пигментации и купероза с осветляющим действием осветляющее действие этой сыворотки происходит за счет не ацинамида а не ацинамид это компонент который увеличивает количество церамидов в коже и тем самым кожа становится более осветленной более освеженной выглаживается рельеф кожи стабилита сыворотка которая в себе содержит пептиды меди пептиды это вообще такие компоненты которые способствуют на восстановление нашей кожи избавление и от морщин от всевозможных признаков старения пептиды работают на то чтобы вытолкнуть как вот эти вот все заломы какие-то морщинки вытолкнуть их из кожи и сделать кожу более гладенькой более молодой более красивый также естественно вот на вот этот рельеф кожи это тоже все влияет и также здесь еще содержится пробиотики про пробиотики пребиотики я тоже хочу в ближайшее время сама изучить этот вопрос потому что я понимаю что это те компоненты которые нужны нашей кожи но про них как бы мало кто говорит мало кто знает поэтому это вот просто даже интерес в таком вот бутылечки выглядит эта сыворотка здесь помпа мне вот нравится у белорусов что средства которые стоят не так дорого в себе содержат очень хорошие вещества работающие вещества но в то же время они не поступаются им упаковкой то есть вся упаковка она такая знаете конкурентоспособная с более дорогими средствами это очень радует потому что можно было бы в отдельно в обычный просто тюбик до запихать эту сыворотку или например вот эту сыворотку в даже не стеклянный а какой-нибудь пластиковый бутылёк засунуть но нет вот так вот это просто ну класс и из декоративной косметики быстренько сейчас покажу вам это не белорусская косметика но это моя вторая покупка это вот такой биби крем от эвелин мне он очень понравился раньше я им пользовалась прошлым летом у него сатиновый финиш очень легкое покрытие в то же время перекрывающие всевозможные несовершенства такие мелкие на коже однозначно он не перекроет вам какие-то такие явные прыщи какие-то покраснения еще что-то но во-первых он насыщен гиалуроновой кислотой и поэтому очень хорошо увлажняют кожу вы не ощущаете эффекта маски стянутости всего остального кожа выглядит очень естественно очень здорово он носится неплохо в течение всего дня здесь есть хоть и небольшой но спф десятка конечно это десятка не защитит от летнего солнца но в любом случае пусть лучше есть чем его нет вот я себе взяла оттенок 001 айвори это светлый оттенок наверное самый светлый из линейки и достала из пакета вам еще покажу новую тушь от люкс визаж вообще что касается тушей то я никогда последние наверное лет шесть не использовала никаких вот таких вот знаете дорогущих там туши dior клиник clorans еще что-то такое потому что белорусские туши это просто какая-то магия я не знаю что они делают своими ресницами я не знаю что добавляют эти белорусские туши они работают просто восхитительно они настолько круто открывают глаза они настолько здорово удлиняют ресницы никогда на ресницах нет эффекта таких вот получих лап склеивания или еще чего-то они достаточно легкие по своему по своей консистенции и поэтому когда ты наносишь даже в два-три слоя они под тяжестью не опускают твои ресницы очень хорошие щеточки здесь вот щеточка силиконовая я пока не буду открывать эту тушь потому что у меня есть моя которую нужно допользовать это кстати тушь к баре которую все так восхваляют все так восхищаются ей а мне она не нравится вот реально не нравится я ее уже вот сейчас зарасходую и выброшу с легким сердцем а есть у меня у белорусских туши именно вот мои вообще любимицы которые но наверное я пока не нашла ничего на замену и но вот пробую что-то новое это тушь evolution а значит супер объем длина и умножение ресниц быстрое нанесение максимальный эффект щеточка максимайзер щеточка здесь вот такая вот я ее видела в магазине будет неплохо набирать тоже неплохо и их как бы расчесывать дополнительно ресницы потому что вот эта щетка на которой эти мелкие зубцы она мне тоже очень нравится мне кажется что она абсолютно не прочесывает ничего и только склеивает друг другом вот упаковка тоже посмотрите какая классная вот эту вот красную блямбочку снять вообще упаковку не отличишь от какой-нибудь мэйбелин а по деньгам ну если брать старый курс естественно белорусского рубля то по деньгам принципе получается раза в три наверное дешевле чем любая мэйбелин или лореаль хотя и лореаль и мэйбелин мне тушь тоже нравится так девчонки сделала первый обзор что-то мне после такого большого огромного промежутка времени когда я обозревала косметику как-то не совсем легко это все далось но надеюсь что вам понравилось если это так то обязательно отреагируйте как-нибудь любое ваше сердечко смайлик что хотите она тоже пойдет поэтому все надеюсь что вам понравилось и надеюсь что будете ждать чего-нибудь нового от меня обязательно пишите в комментариях чтобы вам хотелось чтобы было интересно о чем бы я рассказала может быть вам какие-нибудь подборки сделать косметики там средств каких-нибудь бюджетных или белорусских топ-10 топ-5 может быть просто рассказать об уходе за кожей может быть мы с вами затронем тему как очищать лицо правильно как увлажнять лицо правильно какие лучшие в каком возрасте использовать компоненты на прокислоты в общем не знаю пишите в комментариях забывайте подписывайтесь обязательно на мои альтернативные каналы я думаю что на дзене мы с вами будем видеться гораздо чаще можем видеться гораздо чаще в телеграме мы будем с вами видеться каждый день ну и вконтакте пока разбираюсь вообще можете просто подписаться никто вас ну так скажем там никто ничего такого не делает чтобы вам это же как-то мешало просто будете подписаны чтобы не потерять все на этом с вами буду прощаться всех обнимаю до новых встреч надеюсь что совсем скоро все всем пока пока